Всем привет! Леонид Котвицкий в своей тепличке подвязка помидор и огурцов. Классическая V-образная разводка, но я хочу сейчас обратить внимание на вот эти крючки. На вот такие вот крючки, которые используются для подвязки. Насколько это удобная вещь. Давайте сейчас подвяжем стебелек и посмотрим... Посмотрим... Сразу оторвем пасынки. Про пасынкование я снимал видео. И сейчас мы подвяжем один стебель и посмотрите, как эти крючки используются и для чего они нужны. Вот таким образом у нас уже имеется катушка с веревками. Эту катушечку разматываем и цепляем. Чем оно хорошо? Хорошо то, что, во-первых, катушка как таковая. Во-вторых, просто дешево кусок проволоки. Я сейчас покажу, как оно делается. Обычно делается это все зимой. И довольно устойчиво висит. Срываться оно не сорвется. Когда же? Высокорослый томат. У нас дорастает, что выше уже некуда. Его надо приспускать. Так мы это делаем в течение года несколько раз. У кого отапливаемые теплицы, то вообще оно до 8-10 метров за сезон дорастает. Но у меня метра 4. В лучшие годы до 6. Так вот, когда надо его приспустить, просто берется катушка. Отматывается несколько витков. Обвивается вокруг стебля, естественно. И цепляется опять уже в новом, в отмотанном виде. Стебель лег на землю. Там колечком его сложили. Опять доросло. Опять сняли. Или если она низко, можно даже не снимая. Отмотали. Доцепили обратно. И так делается несколько раз за сезон. Конструкция этой штуки весьма простая. Вот ничего сложного нет. Естественно, привязывать можно и прямо к самой проволоке. Но нюанс только в том, что приходится в течение года, когда приспускать, приходится. Надо тогда развязывать. Где-то брать кусок дополнительной веревки. Если небольшой кусок, еще один раз за сезон приспускать, то можно привязать веревку и полметра где-то добавить лишних. Они просто себе вязят. Развязал, опустил, привязал обратно. Но это если раз за сезон на полметра опустить. Если же надо опускать несколько раз, то не будет же 2 метра дополнительной веревки. Так, чтобы болтались. Оно только будет мешать ходить, запутываться и так далее. Вот тогда хороши такие катушечки. Есть промышленные катушки, которые не надо делать. Их еще расхваливают за то, что они круглогодичные. Что они круглый год могут висеть. Втянул веревку обратно. Весной опять вытянул. Мне это не нравится только чем, что... Ну, во-первых, веревки все равно не вечные. Пусть 2-3 сезона даже отслужат. Все равно их потом придется разбирать, менять, выкидывать трухлявые. Во-вторых, на проволоку цепляется и фитофтора, и различные клещи, трипсы. Все это на веревке будет зимовать. И потом передаваться следующему поколению. Так что я такого удовольствия не хочу. Лучше намотать свежую веревку, которая еще в прошлом сезоне ничего не прицепилась. И вот таким образом все подвязывается. Давайте сейчас покажу, как делается эта катушка. Проволока тройка. Два с половиной уже тонковата. Она уже разгибается, когда висит. Или если тройка, но уже приржавеет так явно, тоже слабовато. Висит на веревке и разгибается. Итак, загибаем, загибаем здесь кусочек и посерединке, чик, все. Здесь опять же загибаем, загибаем здесь кусочек и посерединке в эту же сторону. Все, имеется у нас такого рода катушка. Так, слишком они, если большие, если взять 40-сантиметровый кусок. Вроде бы их быстрее тогда разматывать. С одной стороны хорошо, да? С другой стороны бывает так. Не дотягивается, слишком свободно. Так, слишком. Вырвешь с корнем, если будешь цеплять. Берешь так. А если она большая, вообще проволока висит пузом. Веревка полностью висит пузом и совершенно ничего не натягивает. Нет от нее пользы. То есть, лучше, если они маленькие. Пусть лишний раз смотнешь виток, чтобы размотать. Вот, но оно зато будет точь-в-точь, точно будешь себе вешать. И завязываем простенький узел, который потом и развязать легко. И пошли намотали нужные наши там сколько, 6 метров, 8 метров. У кого сколько намотали, пошли подвязывать. Обычно это делаем зимой. Вот форма, запомните, такая. Обычно это делаем зимой. Вот, за зиму сделали, намотали, заготовили. Вот, а весной только используем и чик-чик-чик подвязываем. Я сейчас несколько штук доделываю, потому что не хватило. Как вариант, сейчас покажу. Можно вот такую сделать конструкцию. Можно сюда ближе. То есть, не вот так загнуто, а загнуто сюда. Она как бы, эта конструкция устойчивее висит, потому что эти, если сильно встряхнуть, это неудачно. Это где-то из самых первых, которые я еще делал, еще руку не набил. Вот, это как бы удачнее висит, но идет больше, больше проволоки. Вот эти уже такие, как я наловчился, так, они довольно крепко держатся. Естественно, если не трясти эту всю конструкцию, так, потому что если это на ветру, на улице, то возможно, что стоит делать что-то пожестче, такое, что не встряхнется. Либо, чтобы проволока была жестко закреплена, чтобы она не тряслась. Вот уже такая ситуация. В теплице же, вот эта конструкция вполне себе надежно нацепилась, и вот она висит. Так, перецепилась сюда, вот она висит. В таком положении стебель ее натягивает, и все нормально. Вот такого рода трючочки, кому интересно, у кого большие особенно объемы в теплице. Был недавно в селе своем, и мать рассказывает. Одно сельчанин, из села, из которого я родом, имеет теплицу, там, 300 кустов, говорит, как я раньше мучился, эти колья тесал, подвязывал к этим кольям, как увидел мое видео, узнал меня, говорит, насколько это все просто. Подвязал веревку, только пару раз за лето отвязал, подтянул и так далее. Так вот, с этими крючками еще все проще. И кому интересно, у кого большие объемы, так тот может себе вот такую конструкцию использовать. Ничего сложного, а вещь весьма пользительная. Все, всем пока, до следующих видео, и удачных вам урожая! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!